Добрый день! Меня зовут Марина Куликова, я ученый-секретарь биологического музея Тимирязева. И сегодня мы с вами находимся в оперном доме музея-заповедника Царицыно на съемке, посвященной беседе о парке. И сегодня я постараюсь, как ботаник, рассказать вам о садах, парках Москвы. Конечно, мы с вами поговорим о музее-заповеднике Царицыно. И я постараюсь ответить на вопросы, которые интересуют не только москвичей и гостей столицы, но и самих сотрудников музеев и исторических природных территорий. В чем для вас, как ботаник, консериальное отличие исторического парка от метров от человека в природной территории? Музей-заповедник Царицыно относится к особо охраняемой природной территории города Москвы регионального значения. И, естественно, это накладывает ряд функций, целей и задач на сотрудников. Казалось бы, на первый взгляд, иногда несовместимо. Дело в том, что основная функция — это изучение и охрана как природной, так и исторической составляющей данной территории. Необходимо проводить не только мониторинги, исследования, изучения, архивирования, ну и также восстановления и охрану природных объектов. Но, как кажется на первый взгляд, это не всегда совместимо со второй функцией — это прием посетителей, обслуживание посетителей, различные программы, в том числе массового характера, проходящие на данной территории. Ну и, конечно, стоит сказать об экологическом образовании просвещений, которым тоже занимаются природно-сторические парки. Но дело в том, что наша с вами задача — найти баланс. Баланс между задачами охранными и, соответственно, задачами просветительскими и рекреационными. Это не всегда удается сделать, но, скорее всего, это как раз тот пример, где, мне кажется, это очень гармонично сочетается. Если мы с вами вспомним лозунг, который был очень широко известен в советское время, во времена Советского Союза, «Любите и охраняйте природу». Он был великолепен, но я бы немножко трансформировала его в современной действительности. Дело в том, что любить — это замечательно, но каждый по-своему понимает, что это значит. Для одних любить — это находиться в гармонии с природой, посещать ее для того, чтобы лицезреть ее красоту. Для других — это шашлыки с выездом на природу, в том числе и исторические природные территории, такие попытки наблюдаются. Это сбор букетов цветов, потому что мы любим, хотим унести эту частичку с собой домой. Конечно, это не оправдано с точки зрения охраны, это нарушение определенных правил. С другой стороны, мы говорим о том, что природу надо беречь, но крайне мало обсуждаем, как это нужно делать с посетителями. Опять же, каждый по-своему понимает. Одни считают, что если они не езжают на территорию парка на машинах, то это уже достаточно большой успех. Другие боятся наступить даже на газон одной ногой. То есть мы должны вот эти просветительские функции совмещать с охранами и рассказывать обязательно нашим посетителям, в чем, собственно говоря, это заключается. А если немножко трансформировать эти функции, то я бы сказала, самое главное, наверное, в настоящее время, это изучать природу и уважать ее, уважать как сильного равноправного партнера, который тоже может постоять для себя. Что должно превалировать при реконструкции исторического парка? Историческая достоверность или комфорт посетителей и удобство обслуживания парка? Ну, здесь, конечно, все должно гармонично сочетаться. И я бы хотела привести несколько примеров, очень достойных примеров из московских парков, и поговорить об этом подробно. Конечно, очень многое зависит от того, насколько сохранена территория данного объекта, и насколько большое количество материалов, это архивов, документов, воспоминаний, фотографий, карт художественных произведений, которые могут нам рассказать о том, как эта историческая территория выглядела. И вот один из примеров – это Коломенское музей-заповедник, территория, которая находится отсюда сравнительно недалеко. Достаточно давно проводится ряд охранных мероприятий. На территории сейчас существует 10 природных охраняемых территорий, в том числе дубовая роща. Долгое время считал, что дубы на территории Коломенского очень древние, в районе 600 лет им иногда приписывали. Настоящие исследования показали, что это, конечно, не так, дубы чуть-чуть моложе. Но, тем не менее, это одни из старейших деревьев на территории Москвы. И посмотрите, как сотрудники подошли к охране. Дуб окружен двумя небольшими заборчиками, двумя ограждениями, которые абсолютно не портят ландшафт, но при этом они полностью перекрывают всю зону, где в земле располагаются корни этого растения, чтобы исключить полностью вытаптывание. Таким образом, мы сохраняем объект, мы не нарушаем зрительное восприятие данной территории. И при этом люди прекрасно понимают, что перешагнуть за границу этого ограждения это уже что-то не очень хорошее, не то чтобы противозаконное, но они воспринимают это как запрет. Хороший, культурный, осторожный, ненавязчивый запрет. А другая история в этом же парке – это так называемый памятник природы три ветлы у Дьякова городища, которые расположены вдоль исторической дороги. Дорога эта проходила здесь всегда, брать ее, конечно, не представляется возможным. Ветлы растут на самом краю оврага, им около 300 лет, по подсчетам ученых. Они очень хорошо отреставрированы, обрезаны. Понятно, что они страдают, конечно, от вытаптывания, от того, что над их корнями находится дорога, но, тем не менее, они для таких великовозрастных растений в очень хорошем состоянии находятся. Другой пример из истории Коломенского – это восстановление тех древесных насаждений, которые были на этой территории ранее. Так, например, по описи 1701 года, это последний исторический документ, в котором нам рассказывают о том, какие растения произрастали на этой территории, это десаверный источник. Несколько лет назад были посажены кедры, так называемые. На самом деле, это, конечно, сосна сибирская, кедровая, как еще их по-другому называют. Ровно в том количестве, как они произрастали при владельце этой территории Алексея Михайловича, царе. И в настоящее время они прекрасно себя чувствуют, они уже дают шишки. Но, смотрите, ограждения никакого нет, хотя рядом находится газон. И для посетителей парка это уже не запретная территория. Они с удовольствием пытаются полакомиться этими шишками, сбивая их всем, чем только можно. Конечно, охрана территория, когда это видит, делает замечания. Ну, понятно, что в раннее время, в суток или в позднее, это так или иначе все равно происходит. И, наверное, тоже следует эту территорию как-то огородить, чтобы хотя бы дать понять людям, что не стоит этого делать. И, наверное, также поставить какие-то таблички, которые, собственно говоря, расскажут о том, что это такое, что это исторический объект, и что к нему нужно относиться очень аккуратно. Следующая тоже, с моей точки зрения, очень правильная такая история. Опять же, привожу в пример музей-заповедник Царицын. Он очень богат на разные форматы в этом плане. Это восстановление садов. При Алексею Михайловиче здесь было шесть садов. В настоящее время сохранены три. Они растенят в прекрасном состоянии. Их обрабатывают, обрезают, они ухожены. Под ними великолепный совершенно газон. Но идет еще и восстановление. Причем восстановление тех сортов, которые в настоящее время уже не встречаются в госреестре, а некоторые просто исключены из госреестра. Тем не менее, там они произрастают. Это, например, такие сорта, как титовка, грушевка, опорт, бабушкина. То есть фактически встретить в массовом производстве, скажем так, выращиваниях и растений уже не представляется возможным. Они сохраняются только в исторических садах. За что спасибо большое музею Коломенского. То, что вы видите рядом на фотографиях, это не настоящие яблоки. Это муляжи плодов, которые я позволила сфотографировать в фондах своего биологического музея. У нас очень большая коллекция, которая была создана и собиралась в середине прошлого столетия. И таким образом мы можем фактически все исторические вот такие моменты этой коллекции поддержать. Мы очень часто ее выставляем, посетители с большим интересом наблюдают плоды, ягоды, корнеплоды. Приходите к нам в музей на правах рекламы, воспользуясь данной ситуацией. Приглашаю вас в музей, чтобы посмотреть на эту уникальную коллекцию. Следующий пример – это когда восстановить какой-то природный объект на той территории исторической, где он произрастал, не представляется возможным. Достоверно известно, то есть это подтверждено документально, что на территории Измайлова, который тоже входит в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника, был аптекарский огород. Он был разбит по канонам того времени, существует описание растений, которые в нем произрастали. А вот на территории Коломенского такого объекта не было. Но тем не менее лекарственные растения при Алексее Михайловиче позднее выращивались всегда в садах Коломенского, прямо под деревьями. И 26 лет назад музей-заповедник совершил, с моей точки зрения, идеальный ход, когда он воссоздал лекарственный огород, аптекарский огород, как они его называют, на территории Коломенского. То есть он представляет собой гряды с лекарственными растениями. Мне довелось немножко поработать в этом аптекарском огороде, оценить состав видов. И с полной уверенностью могу сказать, что около 80% растений, а произрастает там больше 100 видов на нем одновременно, действительно имеет отношение к временам Алексея Михайловича. То есть они либо точно выращивались, либо потенциально могли выращиваться на этой территории. Огород этикетирован, растения подписаны, и проводятся даже занятия, квест не только для детей, для всех желающих по лекарственным растениям на данной территории. То есть это и включение еще и в такую экологическую образовательную программу. Что касается другого примера, когда, например, нет сохраненной территории, полностью сохраненной территории, но при этом есть воспоминания, есть архивы, есть документы. Хочу, например, привести свой музей, в котором я работаю, биологический. Он находится в здании усадьбы Петра Ивановича Щукина. Эта усадьба была построена под коллекцией музея российских древностей. Строилась она в конце 19-го, начале 20-го века, этот комплекс усадебный. Была большая территория, были сады с огромным количеством растений. Точно известно описание, есть описание, точно известно, какие виды здесь произрастали. Но, к сожалению, после смерти владельца коллекции были переведены в исторический музей, а здание переходило из рук в руки в течение нескольких лет, до тех пор, пока сюда не въехал биологический музей Хмирязева, не получил эти площади, в 1935 году. В середине прошлого века было отчуждение территории, очень большое от усадьбы. Построили завод Рассвет, который долгое время существовал и работал. А затем, уже в 21 веке, началась его пристройка. И таким образом мы сейчас получили элитный жилой район рядом, офисный центр достаточно большой. И восстановить, конечно, усадьбу в том формате, в котором она была, просто невозможно. Потому что несохранены деревья, несохранена территория, хотя нам достоверно известно, что там есть. Но мы нашли интересный способ, с моей точки зрения, достаточно хороший, для того, чтобы поддержать открытые территории нашей усадьбы. И я вам хочу привести следующий пример. Когда мы создали на одном из участков экспозицию, которая называется «Растение красной книги города Москвы», когда она создавалась 19 лет назад, она была уникальна в своей особенности, потому что практически нигде в Москве не была собрана вот такая коллекция, открытая для доступа посетителей. Очень небольшой участок, но, тем не менее, на нём концентрируется 200 видов флоры Москвы, из которых 50 занесены в Красную книгу городскую. Здесь проложены дорожки, полностью этикетированы все растения, что вот очень хорошо видно на слайде. Мы проводим здесь экскурсии. Для свободного доступа она открывается только во времена различных акций, ночь в музее, ночь искусств. Летом мы очень часто проводим на ней мероприятия, а так она открыта в режиме экскурсионных для наших посетителей. А вот другая территория, которая находится рядом с ней, она открыта постоянно. Здесь мы показываем садовые различные формы дизайна садового. Мы её тоже реконструировали несколько лет назад, проложили дорожки, причём разные форматы дорожек, для того, чтобы показать посетителям нашим, собственно говоря, как может преобразиться сад. Эта территория полностью открыта. То есть сюда может во время работы музея зайти любой посетитель, абсолютно бесплатно, полюбоваться, делать селфи, сфотографировать какие-то интересные объекты. Сейчас здесь находятся тоже... Мы расставляем этикетки для того, чтобы посетители знали, что это такое. Но иногда они вылавливают наших сотрудников на территории, пытаются буквально вытащить, проконсультировать. Мы с радостью это делаем. Собственно говоря, для этого мы эту территорию создавали. Она, в общем-то, востребована среди москвичей в настоящее время. Что касается заповедника Царицына, его реконструкция проводилась в 2005-2007 годах, и многие москвичи помнят, что она была не очень однозначно воспринята как общественностью, так и сотрудниками музея. Основные задачи, которые ставились, это открыть, естественно, исторические ландшафты. Но дело в том, что на этой территории работали много веков назад английские садовые архитекторы, дизайнеры. Тогда они, конечно, так не назывались. И даже у Баженова были некоторые нарекания в плане их работы, потому что они хотели создать изгибы плавные, сгладить ровные очертания парка. Они хотели вырубить лишние деревья, лишние кустарники. Но, скажем так, борьба Баженова с ними не увенчалась успехом. Екатерина приняла сторону садовников, и, собственно говоря, то, что получилось, мы можем сейчас наблюдать. Дмитрий Сергеевич Лихачев, известный культуролог, академик, в своем труде поэзия садов писал, что для русских пейзажных парков характерна регулярность, то есть она присутствует здесь постоянно. И, кроме этого, конечно, он говорил о том, что загущенность посадок – это вообще такой русский типаж вот этих пейзажных парков. Я позволила себе показать фотографии из своего личного архива. Вот на одной из них – это зима этого года. Я специально показала, как выглядит этот парк, насколько хорошо открыты вот эти… ну, то есть просматривается практически до реки, да, с центрального, с Большого проспекта. Если мы с вами посмотрим на подлесок, который действительно был вырублен именно в годы реставрации, то сейчас его практически на этой территории не существует. Что мы с вами видим? Вот на фоне снега очень хорошо видна небольшая такая порсель, да, это порсель ивы, или всходы, сеянцы, возрастные состояния клена. Это, пожалуй, всё. Многие сторонники защиты парка говорили, что ни в коем случае нельзя удалять подлесок. Я сейчас объясню, почему они на этом настаивали. Но сначала я вам хочу показать фотографию достаточно старую. Это склон, собственно говоря, оперного дома за моей спиной, где я на фотографии, оперный дом, где мы сейчас с вами находимся, Виноградные ворота. Эта фотография сделана в 1998 году, весной, и мы видим, что здесь никакого подлеска не наблюдается, да, то есть нельзя сказать, что реконструкция уничтожила полностью вообще всё, что было. То есть парк, он тоже был очень по-разному заросший, если можно так сказать. То, что касается, например, Большого проспекта, там заросли действительно были очень большие. К сожалению, реконструкция проводилась, с моей точки зрения, не очень тактично, потому что, помимо того, что были удалены ненужные кустарники, естественно, был очень сильно нарушен покров травянистый, что привело к гибели первоцветов. Затем подсевали газон неоднократно, но, к сожалению, газон очень неустойчив от сенью деревьев, очень сильное затенение, и проблемы определенные возникли. Многие посетители, и в том числе я, потому что я очень часто посещаю этот парк, гуляю здесь, я живу сравнительно недалеко, говорили о том, что исчезло большое количество видов птиц. Орнитологи это тоже отмечали. Это не случайно, потому что после того, как вырубается подлесок, снижается ярусность леса, нарушается, естественно, природное сообщество, коим уже этот парк фактически стал на тот момент, потому что в течение ста лет он был практически лесом, и птицы, гнездящиеся на кустарниках, они, естественно, улетели с этой территории, потому что им для гнездования не нужны массивные стволы с дуплами, не все могут униклиться в таких условиях, естественно, эти птицы улетели. Улетела часть видов птиц, соответственно, пришли насекомые-вредители, которые, в общем, определенный ущерб парку нанесли. Многие у меня спрашивают, и раньше, и в том числе сотрудники задавали вопрос, почему после реконструкции парка стало меньше белок. Казалось бы, деревья и белки, какая связь? Но связь на самом деле прямая. Дело в том, что белки, это ошибочное мнение, что они живут всегда на деревьях, никогда не спускаются, ничего подобного, огромное количество времени белки проводят на земле, не спускаются за формом, они передвигаются с одного дерева до другого тоже по земле, потому что не всегда могут прыгнуть с ветвей на ветви другого экземпляра, другого дерева. И вот в тот момент, когда они спускались на абсолютно голую газонную землю, покрытую газоном, где не было никакого подростка, тут точно стягало беда дело, потому что в парке были огромное количество ворон, которые с удовольствием лакомились белками, в том числе маленькими бельчатами. Количество белок сократилось, но сейчас постепенно, после того, как возобновляются поросли, белок стало больше, то есть они умудряются уже прятаться в этих небольших кустиках, в том числе в сорняках, и в общем стали чувствовать себя спокойнее, их количество, конечно, ну даже визуально это видно, возросло. Возвращаясь к газонам, к нарушенным, я вам хочу показать следующие фотографии, где, собственно говоря, это вот тоже снято прошлым летом, где мы с вами видим, что там, где выпал газон, в природе ничего не остаётся пустым, оно обязательно заполняется какими-то другими видами. И мы видим, что на эту территорию пришли сорняки к несчастью. Это и сныть, крапива, другие достаточно крупные растения, которые прекрасно обсменяются, вегетативно размножаются, которым абсолютно не страшно отсутствие солнечного света. И вот такие картины мы можем в парке наблюдать. Бороться с этим очень сложно, очень тяжело, потому что это практически неистребимые сорняки. И здесь, конечно, требуются определенные и финансовые вложения, и, собственно говоря, траектория развития данной территории должна быть очень чётко прописана, последовательность восстановления её. Что надеюсь, конечно, сотрудниками, я думаю, что они победят в этой борьбе с сорняками, в конечном счёте, мы увидим очень красивый, облагороженный парк уже в ближайшее время. Могу я спросить, газоны – обязательный элемент как регулярных парков, так и пейзажных, и зачастую они недолговечны. Мы, правда, кажется, про это уже только что поговорили. Следующий вопрос. Ну, здесь, конечно, вообще москвичи очень беспокоят газонам. Сразу вам хочу сказать, может быть, я отвечу на вопрос такой болезненный для городских жителей. Дело в том, что газон, мы должны понимать, что если мы заглянем в любую энциклопедию, почитаем её, то мы увидим, что газон – это искусственное и травяниственное насаждение, искусственно созданное человеком. Они не имеют ничего общего с природным, например, лугом. И когда мы с вами говорим о том, встаёт вопрос, косить, например, газон или не косить, это постоянные дебаты, которые идут в течение нескольких лет между коммунальными службами, правительством Москвы, москвичами и гостями столицы в том числе. Значит, сразу хочу сказать, что я вам могу показать следующую фотографию, на которой газон не кошеный, в июне месяце. Выглядит он будет вот так, потому что, как правило, партерные газоны на территории парков, в том числе в Царицыно, они засеваются различной смесью злаковых трав, то есть это рыбрас, мятли, ковсяницы, которые, собственно говоря, нуждаются в уходе человека, потому что они искусственно высеваются на данной территории. Они светолюбивы, они прекрасно пытаются размножиться семенами, что нам не совсем нужно, поэтому их нужно обязательно косить для того, чтобы они не превращались в такие сухие прерии уже к середине лета, не полегали от дожди, естественно, не происходило гниение, переработка органического вещества на таких газонах идет тяжело и плохо, потому что это наушено природное сообщество, и здесь нет того богатства видового, в том числе бактерий и грибов, которые занимаются переработкой этой органики, и с этим тоже нужно как-то справляться. Если мы проводим покосы регулярно и убираем, например, небольшое количество, небольшую высоту травы, там полтора-два сантиметра, можно эту траву оставлять, она перегниет, со временем ее фактически даже не будет видно. Если это покосы, которые происходят редко, то, соответственно, трава должна убираться, чтобы она не лежала и не вняла на газоне и не только не портила внешний вид, но еще не наносила ему урон. Это не значит, что мы делаем плохо, удаляя цветущие части из лаковых растений. Наоборот, они начинают очень активно расти вегетативно, то есть они дадут подземные, надземные побеги, прекрасно разрастаются, образуют дернину, и газон от этого становится только лучше и качественнее. Могу вам показать для сравнения несколько фотографий природных биотопов, где, собственно говоря, лук, где преобладают виды дикорастущие. Если мы будем говорить о рядовом составе, то вот на таких лугах произрастает на квадратном метре от 20 до 40 видов растений, что мы никогда не увидим на газоне, естественно. Огромное количество насекомых, как я уже говорила, бактерии в почве, грибков, лишайников, муков, в том числе, которые нам не всегда на первый взгляд заметны. Такой газон, конечно, не нуждается в покосе, но понятно, что обнаружить или высеять такой газон на территории ландшафтного какого-то природного заповедника или исторического парка тоже не представляется возможно, потому что изначально его быть не должно. Структура парка такова, что здесь всё-таки должен быть партерный злаковый газон. Эти газоны очень хороши сменой своих аспектов. Вот на следующей фотографии видно, что лук снят мной в разные фазы, скажем так, то есть в разные временные промежутки в течение лета. Посмотрите, как он разнообразен, богат, то есть идёт смена растений, за счёт этого изменяется колористика этого луга. И, конечно, это замечательно. Я знаю, что на территории Царицына такие луга существуют, существуют на холмах в сторону Дендропарка. Если пойти налево от метро Царицына, то вы как раз такую картину можете сам наблюдать. Сразу наблюдается большое количество насекомых, которые тоже радуют наш взгляд. То есть такие вещи имеют право быть, но они должны существовать на той территории, которая уже не является пейзажным парком или тем более регулярным парком. Больной вопрос для всех москвичей. Уборка листвы осенью. Нужно ли это делать? Если нужно, то как? Может, доставлять? Да, у нас, мне кажется, сообщество и научное, и парковое, и просто жители стоят. Они поделились четко на два лагеря воинствующих, не побоюсь этого слова, друг с другом. Одни четко знают, что листву убирать не надо. Объясняют, почему. Потому что происходит, понятно, процесс обмена органикой. то есть все, что Деева сбрасывает, это перерабатывается в течение зимы, последующего года. Все питательные вещества, минеральные, органические поступают в почву, таким образом замыкаются в круговорот. Что абсолютно, безусловно, правильно, если это касается зоны под деревьями, лесной зоны, парковой зоны, где большое количество деревьев и кустарников. Другая категория, категорически против, уборка листвы вообще принципиально. То есть они считают, что это делать никогда и никак нельзя. Но сразу могу сказать, что та категория москвичей, которые борются с уборкой листьев, например, на газоне, на классическом портерном газоне, они неправы. Потому что с портерного газона листва убираться должна обязательно, независимо ни от чего. Причем многие обсуждают, что если больная листва, если поражение какими-то крепкими или бактериальными заболеваниями, ее нужно убрать. Если она хорошая, то не стоит трогать. Сразу хочу сказать, что хорошие листвы сейчас очень мало, особенно в пределах города Москвы. Очень высокая зараженность деревьев с данными разными заболеваниями. В принципе, то же самое наблюдается в природе, это не только городская особенность. Но дело в том, что портерный газон, если на него упадут листья, например, очень плотные, такие как у дуба, клена, они большим слоем лягут, будут прессоваться под дождями, все это будет вымокать, будут создаваться при перепадах температуры такой парниковый эффект, но как бы мы ставим на газон компресс, если говорить совсем простыми словами. Ему, конечно, очень плохо, он начинает подгнивать уже осенью, это продолжается зимой, и весной мы будем видеть, во-первых, остатки не перегнившей листвы, потому что я уже говорила, что биом этих территорий нарушен, и полностью гниение, переработка всех этих листьев не произойдет за зиму, особенно вот такие зимы бесснежные, как были в этом году, мы это наблюдали очень хорошо, и газон будет выглядеть такими проплешинами, желтоватый, его придется восстанавливать, поэтому с этих территорий листва должна быть убрана. В последнее время очень за уборку листвы активно выступают врачи-аллергологи, это не случайно, дело в том, что в Москве очень много детей и взрослого населения по последним данным иногда до 40-50% страдают от различных аллергических заболеваний, поскольку листва все-таки является таким рассадником грибковых и бактериальных заболеваний, естественно, когда дети играют в этой листве, потрошат ее, ходят даже просто по газонам, они могут получить определенные осложнения, поэтому тут врачей тоже можно понять. Ну и не стоит, конечно, забывать о том, что существует и постановление правительства Москвы, которое четко описывает, с каких территорий надо убирать листву, с каких нет. Там вплоть до метража прописано, что нужно убирать обязательно около больших магистралей, и это абсолютно понятно. Во-первых, для того, чтобы листва не залетало на дороге, на магистрали, на пешеходные какие-то пути, и люди не подскальзывались на ней, потому что это высокая степень травматизма, ее сложно убирать с дорожного покрытия, и, естественно, кроме этого, она никакой пользы не приносит, потому что она сильно загрязнена выбросами, тяжелыми металлами, и, скорее всего, она это несет действительно только вред. То есть, в принципе, такие постановления существуют, и, в общем-то, коммунальные службы в последнее время, вот как я наблюдаю, стараются местами их соблюдать. На территории Царицына произрастают многие краснокнижные растения, Красные книги Москвы, Красные книги России. Какие меры необходимо в первую очередь соблюдать, чтобы их сохранить, эти растения? Ну, сейчас осень, я бы вам хотела показать несколько видов, сделала специально такую подборку. Ну, я бы хотела вас познакомить сначала, собственно говоря, с теми представителями Красной книги, которые встречаются и достаточно широко на территории музея-заповедника Царицына. Это купена многоцветковая, ирис желтый, ветреница лютичная, колокольчик крапивы лесный, медуница, и вот с ягодками это земляника. Но земляника не та лесная, о которой все хорошо знают, а земляника зелёная, которая крайне редко встречается на территории Москвы, да, и, честно говоря, в природе она намного реже встречается. Я привела к примеру лишь несколько представителей. Я знаю, что сотрудники заповедных территорий, парков и музеев-заповедников очень боятся показывать посетителям те места, где произрастают краснокнижные виды. Ну, во-первых, посетители найдут их сами. Кто ищет, тот найдёт. Но, с моей точки зрения, это не очень правильная позиция, потому что мы должны не скрыть то, что растёт на этой территории, а показать и рассказать о том, почему эти растения, именно эти растения, допустим, некрапивы или какие-то другие, нуждаются в охране. Для этого, мне кажется, очень хорошим подспорьем будут различные экологические экскурсии, квесты, путеводители, вполне возможно, что даже набор открыток, выпущенный по данной территории, где можно почитать историю, собственно говоря, что это за растения, откуда они появились на данной территории, почему их нужно охранять. На территории Царицыно и Коломенского есть щиты, уличные щиты, на которых рассказывают про эти растения, и это такая очень правильная, экологическая, образовательная история. Но сразу хочу сказать, что помимо краснокнижных видов на территории Царицыно встречается очень много редких видов, которые не занесены, допустим, в Красную книгу Москвы. Например, черная ольха. Она растет в достаточно большом количестве вдоль побережья Большого Царицынского пруда. В чем такая ее особенность, почему она ценна? Во-первых, это дерево встречается редко в Москве, допустим, на территории музея-заповедника Коломенская. Есть даже небольшая роща, черноальшайник такой, причем, не скрою, что деревья туда были в свое время подсажены, то есть к основным экземплярам были дополнительные посадки осуществлены. Дерево это произрастает в очень необычных условиях, в подтопляемых местах, в заболоченных местах, то есть оно хорошо приносит увлажнение, почему, собственно говоря, произрастает вдоль рек, вдоль напоймах, затопляемых во время разлива. Но еще дерево это не только красиво, оно еще и очень полезно, потому что черная ольха образует симбиоз с азотофиксирующими бактериями, которые живут в маленьких клубенечках у нее на корнях, и при этом они дают не только питание самому дереву, но и обогащают почву азотом, что очень важно, особенно для бедных почв, поэтому присутствие ее на таких территориях очень важно, то есть в принципе это дерево тоже как бы может охраняться на данной территории. Я вам хочу показать фотографию ольхи черной, вот так она выглядит, как раз на фоне большого царицинского пруда вины ее сережки весной, она зацветает, это весенне цветущая, рана, очень одно из первых растений, которые древесные зацветают на территории Москвы. И еще один пример очень интересный, который также касается растения, которое допустим не занесено в Красную книгу, но при этом охраняется, на территории Москвы встречаются крайне редко, это реликт третичного периода, луник оживающий. Вот царис, но он произрастает также вокруг, да, практически повсеместно, на территории курганов в большом количестве встречается, многие считают его сорняком, ну, в принципе, да, он прекрасно размножается, великолепно разбрасывает семена, без посредников происходит это размножение, то есть ему, мне кажется, не очень нужна даже помощь сотрудников в охране и в размножении, он с этим справляется сам. Красиво цветущее растение, осенью оно выглядит менее приглядно, но тем не менее все знают такие створки прозрачные, которые остаются от плодов стручков, которые разбрасают семена, буквально светятся на осеннем солнце, раньше, несколько миллионов лет назад на территории Москвы и других территориях он произрастал в большом количестве, сейчас резко уменьшается его количество на территории Москвы, но тем не менее во многих парках он встречается, не стоит его удалять, наверное, стоит оберегать. еще одно растение, о котором я бы хотела сказать, рассказывая о царице, это, конечно, барвинок. Барвинок малый был культивирован и активно используется в садовом, ландшафтной архитектуре уже около 700 лет, то есть очень давно, в русских усадьбах, на территории парков он высаживался всегда, при этом он прекрасно дичает, то есть уходит в природу и великолепно себя после этого чувствует. Вот такие заросли цветущего барвинка можно обнаружить по весне, то же самое на берегах Большого Царицинского пруда. Последний вопрос. С вашей точки зрения, какие программы, занятия, экскурсии были бы интересны для посетителей исторических природных парков? Ну, мне кажется, в первую очередь это, конечно, путеводители или аудиогиды на природе, которые связаны так или иначе с сезонностью, потому что это вообще очень интересная тема, когда ты можешь пройти по парку и посмотреть на растения, которые здесь присутствуют в разные времена года. Весной здесь можно говорить и не только о растениях, но и о прилёте птиц, послушать пение птиц, в определённых точках, допустим, парка сделать остановки. Это могут быть, кстати, аудиогиды и для велосипедов, и для автокаров, которые есть на территории Царицыно. Летом это вообще раздолье полное, потому что здесь можно говорить о цветущих растениях, и о зарастании парка, о пустарниках, о деревьях. Зимой можно понаблюдать следы животных на снегу и попытаться определить растения в безлицем состоянии, например. Мне кажется, это будет очень увлекательное занятие. Кроме того, мне кажется, посетителям парка было бы интересно ещё и квесты, например, для детей, связанные так или иначе с природой парка, не только ботаникой, да, естественно, природу нужно рассматривать всё в комплексе, где они могли бы выполнять задания разных форматов, например, что-то дорисовать, подписать, разгадать кроссфорд. Мне кажется, тоже путешествия, гуляя по парку, это было бы такое очень хорошее образовательное просветительское подспорье для родителей, которые не всегда знают название природных объектов, и тут им как бы такой путеводитель был бы в помощь. Ну и ещё, мне кажется, было бы очень хорошо устраиваться, например, на территории какие-то конкурсы, сезонные конкурсы природы. Я знаю, что Цариц очень часто выкладывает на своём сайте фотографии не сотрудников музея, а людей, которые сюда приходят отдыхать. Если бы это был какой-то конкурс, в результате которого обозначался бы победитель вели несколько и, допустим, награждались бы призами, зданиями Царицинского музея или, допустим, экскурсионными какими-то программами, это тоже такие очень хорошие партиципаторные практики, которые полезны как и посетителям, так и самому музею в целом. В дальнейшем, кстати, эти фотографии можно использовать для публикаций, для изданий, но если соблюдать авторские права, то это тоже очень хорошая, такая правильная история. При реконструкции парка скорее всего возможен занос семян растений, несвойственных от данной территории. Как с ними бороться? Как их уничтожать или мириться с ними? Да, к сожалению, такая проблема существует, она очень серьезна, причем не только для парков исторических территорий, музеев, заповедников, но и для города в целом. Дело в том, что сейчас существует большое количество инвазионных видов, как они называются. Те виды, которые раньше выращивали в ботанических садах, на приусадебных участках, то есть виды несвойственные для природы данной территории. Они, как правило, приводятся из других регионов, других материков, например, многие попали из Средней Азии и Северной Америки к нам. Вот перед нами, например, недотрога жестконосная, очень красивое растение, которое пытаются собирать с букета, которое всем очень нравится. Это однолетник из Гималаев, как это ни странно, который сбежал, просто сбежал из ботанических садов и посадок, где он прекрасно себя чувствовал, но еще более прекрасно он себя чувствует в природной обстановке, забивая все вокруг. Почему? Дело в том, что он очень хорошо размножается, великолепно семенами, поскольку растения однолетние вегетативного размножения у него нет, но семена разбрасываются на большое расстояние, на несколько метров, и за счет этого происходит захват территории. Очень длинный. Нет никаких врагов практически, потому что он из другого мира, и никто его кушать на данной территории еще не научился. Вредителей практически нет, и вот картинка из фотографий, сделанная в музей-заповеднике Коломенская, где на пойменных лугах, которые являются охраняемой территорией, к сожалению, эта недотрога поселилась. Что касается уничтожать или не уничтожать, уничтожать безусловно. Эти виды закреплены, уже существуют в списке, они описаны в черной книге «Флоры», так называемая, она есть как региональная, к московскому региону и «Общероссийская» такая книга издана. То есть это те растения, которыми необходимо бороться, потому что они просто оказывают непосильную нагрузку, то есть угнетают те растения природные, которые здесь произрастали. Они не могут им противостоять на своей территории. То же самое касается следующего растения, это золотарник канадский, тоже очень нравится, она даже продается в букетах. Вот я у метро наблюдаю бабушек, которые торгуют букеты из золотарника создают. Растение красивое, безусловно, но там, где он поселился, через несколько лет не будет расти ничего. Это корневищное растение, очень мощное, очень высокое, которое забьет абсолютно все, до двух метров высотой, иногда в идеале дорастает. И, конечно, оно меняет и ландшафт, косить его практически бесполезно, потому что он прекрасно возобновляется вегетативно. Борьба с ним очень тяжела, в отличие от недотрогенных, тем не менее, тоже нужно пытаться это как-то делать и сдерживать хотя бы его рост, потому что иначе будут серьезные экологические проблемы, если не сказать катастрофы на данных территориях. Ну и рассказывая о заносных видах, да, о чужеродных видах, я бы хотела буквально в двух словах обратиться к режиссерам, к создателям исторических фильмов, сериалов. Это тоже достаточно больная такая тема, больной вопрос. Когда происходит съемка исторических фильмов на территории парков, заповедников и не только, даже просто в природе, естественно, учитываются костюмы, которые будут одеты на актерах, учитываются сезонности, соответственно, ландшафты подбираются исторически определенные. Если речь идет об оружии, то это тоже приглашаются консультанты, но у меня такое ощущение, что никогда не приглашаются консультанты-ботаники, которые занимаются исторической ботаникой как таковой. Потому что, например, я не буду называть фильмы, естественно, но я думаю, что вы догадаетесь, о чем идет речь, например, когда происходит съемка фильмов о Екатерине, Илье и Елизавете, скачут всадники по полю с люпинами, великолепная картинка, совершенно люпин, очень высокое, красивое растение, создают такие волны голубые на свету, по грудь лошади буквально поднимаются и в соцветия, очень эффектно. Это излюбленный момент съемок исторических сериалов, но дело в том, что никто не учитывает, что это растение попало на территорию России в 19 веке и никак не могло расти во времена гаттамаринов, Екатерины и Елизаветы. И, конечно, вот этот исторический аспект сразу сбивается. Еще я хотела сказать об одном растении, которое тоже очень часто используется, ну и понятно, оно красивое, всем известный подсолнечник, очень часто используется в съемках, в огородах. Недавно я смотрела фильм про опричнину, где главный герой очень долго прятался от опричников, буквально в зарослях, в огороде из подсолнуков. Но только, опять же, никто не учитывает, что во времена Ивана Грозного, собственно говоря, когда была опричнина, никакие подсолнухи вообще на территории России не встречались. Привез их Петр I, долго выращивал как декоративные растения, декоративно цветущие, лишь в 19 веке они стали выращиваться в огородах, массовые пассивы, собственно говоря, тогда, когда из них научились получать масло. Тоже надо учитывать. Ну и напоследок, конечно, меня всегда очень умиляет ситуация, когда на столе какого-нибудь князя или царя в XII-XIII веке появляется котелок с отварной картошкой. Это вообще просто замечательная совершенно история. Абсолютно неправильная, потому что картофель также был привезен из Северной Америки, понятно, к эскадорами. В Россию он попал при помощи Петра I, того же, который очень любил из-за границы привозить малоизвестные культуры. Долгое время, опять же, выращивался в качестве декоративного растения, подавался на стол, на перах у царя. Очень тяжело его внедрение в Россию, настолько тяжело, что были картофельные бунты, люди не хотели есть и выращивать его. И только в XIX веке он стал широко уже использоваться как такая культура. поэтому, уважаемые режиссеры, постановщики, пожалуйста, следите за такими историческими моментами. Это очень вбивает историческую картинку для тех людей, которые, в общем-то, разбираются в ботанике. Спасибо вам большое. В заключение я хотела бы поблагодарить музей-заповедник Царицына, который пригласил меня на эту беседу. Мне кажется, цикл бесед о парке это очень хорошая, правильная, своевременная история, когда разные люди могут рассказать, собственно говоря, о своем отношении к парку и о том, что он для них значит. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...